Мы сегодня займемся квантованием электромагнитного поля. До сих пор мы все время рассматривали квантовую механику сначала одной частицы, потом системы нескольких частиц. Но это была всегда система с конечным числом степеней свободы. Вот главное отличие электромагнитного поля от тех случаев, которые мы рассматривали до сих пор, это то, что электромагнитное поле это тоже механическая система. У нее есть энергия, импульс, момент импульса. Но это распределенная система, то есть система с бесконечным числом степеней свободы. Это несет, влечет за собой некоторые отличия в процедуре квантования. Ну вот сегодня мы этим займемся. Значит, начнем с того, как описывается электромагнитное поле в классической электродинамике. Вы знаете, что в классической электродинамике электромагнитное поле описывается четыре потенциалом поля, у которого нулевая компонента φ и три пространственных компонента объединены в вектор А. Они являются функциями координаты времени. Я здесь для простоты опустил. Значит, четыре, тем самым, чтобы задать поле, надо задать четыре функции в каждой точке пространства, в каждый момент времени. Вот зададимся вопросом, что такое степени свободы или координаты системы. Ну, число координат, это и есть число степеней свободы. Это совокупность величин, которые надо задать, чтобы однозначно определить состояние системы. Мы сейчас говорим о классической механике, о классической электродинамике, точнее. Поэтому под словом состояние, понимаю, задать тот объект, который мы рассматриваем. Например, если мы рассматриваем одну частицу, то что такое ее координаты? И тем самым мы узнаем, сколько степеней свободы она имеет. Надо задать три ее координаты, скажем, x, y, z, и тем самым мы знаем, где она, значит, у частицы три степени свободы. Сколько координат надо задать, сколько чисел надо задать, чтобы определить полностью электромагнитное поле во всем пространстве, во все моменты времени. То есть, полностью определить вот этот объект. Ну, надо вот четыре функции задать в каждый момент времени, в каждой точке пространства. Ну, видно, что это бесконечное множество, эта информация, так сказать, содержит бесконечное множество данных. Ну, вот поэтому уже сразу видно, что поле, если мы его сейчас будем рассматривать, что мы делаем, как система, механическая система, у этой системы бесконечное число степеней свободы. Вот у частицы три, а у поля бесконечное. И это влечет, так сказать, за собой существенное отличие от квантовой механики частицы. Фактически мы сейчас уже будем говорить о квантовой теории поля. Значит, мы сегодня будем говорить о свободном электромагнитном поле. Поле в отсутствии зарядов и токов. Ну, вы знаете, что поле создается движущимися зарядами и токами, в смысле, движущимися зарядами и токами, но, будучи излучено из системы, оно распространяется в пространстве само по себе, и дальше существует, независимо от того, есть там где-то заряды и токи или нет, оно создается в итоге всегда зарядами и токами, но потом может существовать само. Вот электромагнитные волны, которые летят через Вселенную, где-то были созданы, куда-то летят, они существуют в пространстве без зарядов и токов. Так вот, такое поле без зарядов и токов, именно это называется свобода электромагнитного поля, мы его сегодня будем рассматривать, можно рассматривать, удобно рассматривать в специальной калибровке. Сейчас я вернусь на шаг назад. Раз мы поле описываем четыре потенциала, и сразу возникает вопрос, раз четыре потенциала, вы знаете, неопределенно однозначно, есть калибровочное преобразование, меняющие четыре потенциала и не меняющие наблюдаемые, значит, нам надо сразу поговорить о калибровке, в которой мы будем работать. Ну вот, описывая свободное электромагнитное поле, удобно использовать так называемую кулоновскую калибровку, где φ равняется нулю, и дивергенция А равняется нулю. Это означает, что поле поперечно, и из трех компонент А, это условие, наложенное на три компоненты вектора А, оставляет две независимые компоненты. А скалярный потенциал полагается равным нулю в отсутствии зарядов. Тем самым из четырех функций координаты и времени эти условия оставляют две независимые компоненты вектора А, при условии, что вектор А является поперечным, то есть его дивергенция равняется нулю. Но все равно это система с бесконечным числом степени свободы, потому что точек Р и Т бесконечно много. Поле свободное электромагнитное, удовлетворяющее вот этим условиям, то есть в кулонской калибровке, удовлетворяет вот ключевому уравнению, которое называется волновое уравнение. Это оператор Беламбера, это оператор Лапласа, это волновое уравнение. И вот электромагнитное поле, в данном случае от него остался только вектор потенциал, с учетом этого условия удовлетворяет волновому уравнению. Значит, давайте это назовем уравнением, ну поскольку это главное, вот это уравнение 1, а вот уравнение 2. Мы сейчас обсудим, построим некие частные решения этих двух уравнений, с которыми потом будем работать. Мы будем рассматривать поле не во всем пространстве, а в ящике со стороной Л, со стороной Л, ну и тем самым объемом Л куб. Значит, это технический прием, который позволит от, так сказать, вместо дельта-функций, которые бы возникали в нашем анализе, если бы мы рассматривали поле во всем пространстве, работать с более простым объектом символа Кронекера. Мы сейчас будем говорить об ортогональностях разных мод поля в этом ящике. И вот они ортогональны, они, во-первых, дискретны, а во-вторых, в условии их ортогональности будут возникать не дельта-функции, а символ Кронекера. Это просто технический прием, который несколько облегчает формулу. Самого по себе этого объема, конечно же, в жизни нет. Это означает, что когда мы получим какие-то конечные выражения, определяющие физически наблюдаемые, то, что можно измерить в эксперименте, объем, введенный сейчас из них, должен выпасть. Это в пределе объем стремится к бесконечности. Значит, мы будем рассматривать поле в ящике, но в конце устремим объем системы к бесконечности этого ящика и объем, помним, в наблюдаемых, должен будет выпасть. Так это и случится. Это позволяет нам те частные решения этих двух уравнений, которые нас интересуют, написать в виде функции АТ на плоскую волну. Я сказал, мы будем рассматривать поле в ящике, но опустил важную деталь. Мы будем рассматривать поле в ящике, накладывая на поле периодические граничные условия на границах ящика. То есть, поле должно на левой границе по х и на правой равняться, на противоположных границах по каждой из координат, оно должно равняться. Значит, оно должно быть периодично по х, у, з с периодом л. Л – сторона ящика. А это означает, что к, чтобы эта функция координаты была периодично с периодом л по каждой из координат, k должно иметь вид 2π на l, nx, ny, ну или давайте я лучше напишу так, n1, имеется в виду xy2, n3. n1, n2, n3 – это определяют компоненты этого вектора, x-компоненту, y-компоненту, z-компоненту, и все они пропорциональны 2π на l. Тогда мы видим, что если x, например, изменится на l, то есть к x получится приращение l или целое число умножить на l, то l сократится, и это означает, что фаза получит приращение целое число 2π, ну то есть ничего не изменится. Это функция l периодично по каждой из координат x, y, z, при условии, что волновой вектор здесь введенный имеет такой вид. Теперь займемся вот этим множителем. Значит, подставим это сюда и разделим переменные. То есть лапассиан, подействуя сюда, получится минус k в квадрате, минус, ну то есть я давайте два минуса опущу, чтобы раз их два, минус k в квадрате, прибавить единицы на c в квадрате d2, по d t в квадрате, а от t равно 0. Вот такому уравнению вот это вот, зависящее от времени, амплитуда должна удовлетворять. Ну, давайте будем искать решение этого уравнения, а от t в виде уже некий постоянный вектор а на е в степени минус и омега t. Значит, здесь а зависело от t, а здесь это постоянный вектор, и это временной множитель с некой частотой. Если подставим сюда, получим k в квадрате, дифференцирование по времени экспоненты даст минус и омега, еще раз минус и омега в квадрате, это минус омега в квадрате на c в квадрате, минус омега в квадрате на c в квадрате на а равно 0. Это означает, что омега, смотрите, k мы уже определили, а здесь ввели новую букву омега. Значит, вот мы ее нашли через k. Омега есть ck. Ну, вы знаете, что k это волновой вектор электромагнитного поля, омега его частота, и закон дисперсии, связывающий частоту с волновым вектором, электромагнитного поля имеет такой вид. Мы полностью разобрали вот это уравнение, 1, а вот еще есть уравнение 2. Из 2 следует... Давайте возьмем дивергенцию этого вектора. Дивергенция, вы знаете, это НАБА, то есть дифференцирование по координатам, вылезет и k. Так вот, и k на а от t должно равняться нулю. При дифференцировании вылезет вот этот и k, и на этот вектор скалярно должно равняться нулю. Ну, если мы сюда вот это подставим, это означает, что k на вот этот вот уже постоянный вектор равням нулю. Отсюда следует, что а можно представить, вот этот вектор, который остался неопределенным, амплитуда вот этой функции. Смотрите, этот вектор должен быть перпендикулярен уже заданному нами, мы строим частное решение. Частное решение, смотрите, определяется чем? Сначала мы ввели k для этого частного решения, для этого частного решения мы ввели омега и определили его через k, а теперь для этого частного решения осталась неопределенная вот эта амплитуда. Но она как раз, мы сейчас про это и говорим. Что мы сейчас получаем из этого уравнения? Что амплитуда перпендикулярна заданному вектору k. Ну, в плоскости перпендикулярно вектору k, во-первых, что это плоскость, там это двумерное многообразие, Там мы можем ввести два вектора, перпендикулярные К, лежащие в плоскости и составляющие базис плоскости перпендикулярной К. И поэтому этот А мы можем разложить как А1, ЕК1, прибавить А2, ЕК2. Эти вектора базисные ЕК1 и ЕК2, давайте я сокращенно их буду обозначать ЕК альфа, альфа равняется 1 или 2. Что мы про них знаем? Мы знаем, что ЕК альфа на К скалярно равно 0. То есть они перпендикулярны задному волновому вектору К, это раз. Ну, естественно, мы их можем выбрать ортогональными друг к другу, чтобы они в плоскости перпендикулярной составляли базис. Но вы знаете, что эти вектора связаны с поляризацией поля, то есть мы сейчас говорим о том, как будет это частное решение, которое мы строим, поляризовано. И вот говоря о поляризации поля, чтобы включить в случае и линейной поляризации, и эллиптической поляризации, и циркулярной поляризации, для случая циркулярной поляризации удобно использовать комплексные вектора. Поэтому в общем случае мы будем считать эти вектора комплексными. И их условия ортогональности запишем в виде ЕК1, не так, ЕК альфа скалярно на ЕК бета со звездой, они комплексные, равняется дельта альфа бета. Значит, они составляют, и бета тоже прибегает значение 1 и 2, они составляют базис плоскости перпендикулярной К и определяют поляризацию поля. Если это просто два ортогональных вектора вещественных, и, например, А2 равно 0, а А1 не 0, то поле поляризовано вдоль направления вектора Е1. Если же А1, 0, А2, поле поляризовано вдоль направления Е2. Если вы сделаете эти два коэффициента одинаковыми, а вектора вы выберете, этот будет чисто мним, а этот чисто вещественный, это будет циркулярно поляризованное поле. Но это я вам напоминаю то, что вы должны были в курсе теории поля, говоря о плоскоэлектромагнитной волне, изучить. Значит, итак, нам понадобятся вот эти соотношения, что эти два вектора перпендикулярной К и ортогона составляют ортонормированный базис плоскости перпендикулярной К с комплексным сопряжением. Ну вот, тем самым, давайте проследим, мы строим частное решение. Здесь мы ввели К, здесь мы отделили временное множество с частотой, определенной К, после этого осталась неопределенная только вот эта вот постоянная амплитуда. Благодаря вот этому второму уравнению мы эту амплитуду расщепили на сумму двух слагаемых, соответствующих двум разным поляризациям, и остался, если мы оставим только одно из них, поскольку у нас частное решение интересует, то, значит, если мы оставим одно, то А, давайте вот одно соберем, сначала с АТ начнем. Вместо этого я напишу А, альфа, альфа либо один, либо два. Дальше я напишу вот этот временной множитель, Е в степени минус И омега Т. Дальше я напишу вектор поляризации Е К альфа. Ну и дальше я напишу Е и К, Р. Вот частное решение этих двух уравнений, один и два. Давайте теперь посмотрим, чем это частное решение, каким набором параметров однозначно определяется. Значит, нам надо задать К, после этого омега определено, но нам надо также задать альфа, либо один, либо два, это индекс, указывающий, какую поляризацию мы выбираем. Давайте введем вот такой композитный мультииндекс. Ню равняется Н1, Н2, Н3 и альфа. Н1, Н2, Н3 это целые числа, положительные и отрицательные, определяющие вектор К, а альфа это индекс, определяющий, какую поляризацию мы выбрали. И после этого вот этот ню все определяет. И мы можем написать вместо такого обозначения, мы можем написать так. А ню е в степени минус и омега ню т е ню е и к ню р. Например, я всем фигурирующим здесь буквам прописал индекс ню, потому что индекс ню XT определяет, правильно? Где-то, вот например, для определения омега альфа не нужна, а для определения вот здесь нужно и Н1, Н2, Н3 и альфа, ну и так далее. Значит, в любом случае индекс ню определяет все эти буквы. Значит, мы получили частные решения вот этих двух уравнений, которые полностью определяются вот таким вот мультииндексом и имеют такой вид. Давайте вот эту вот функцию от времени я обозначу а ню от t. И тогда я могу вот этот вектор потенциал, частное решение, написать в виде а ню от t. Я буду помнить, что это обозначение. Постоянная амплитуда на временной множитель. А ню от t, е ню, е и к ню р. Значит, это частное решение, которое определяется индексом ню. Теперь надо сделать две вещи. Во-первых, мы сейчас, когда мы говорим о электромагнитном поле, мы часто пользуемся комплексными амплитудами, и в частности эта функция явно комплексная. И это правильно, потому что уравнение линейное, и с комплексными экспонентами удобнее работать, чем с синусом и косинусом. Но скоро мы сейчас перейдем к наблюдаемым величинам, мы собираемся квантовать электромагнитное поле. Ну и даже в классической электроднамике, если мы хотим перейти к полям, вот давайте я здесь это сейчас напишу, напомню, как поля е от r, t и h от r, t. Я пишу такие круглые буквы, чтобы тут е не путалось с энергией, и тут h не путалось с гамильтонианом. Значит, как поля определяются по вектору потенциалу. Ну, при таком условии, тут будет минус единица на c, d, a, o, dt, а тут будет ротор a. Так вот, поля являются наблюдаемыми. Их можно измерить. Ну и поэтому можно, конечно, для удобства работать с комплексным вектором потенциалом, но в какой-то момент надо перейти к вещественному, чтобы получить вещественные поля. Поэтому я должен, чтобы эта штука была вещественной, давайте я к этому прибавлю комплекс сопряжённое выражение. Со звездой от t, e, n, со звездой, e, i, k, уже минус i, k, n, r. Значит, это всё ещё по-прежнему частное решение этих двух уравнений на поле, но теперь оно уже, оно всё по-прежнему определяется мультииндексом ν, но теперь оно уже явно вещественное. И, значит, мы из него можем построить вещественное поле. Ну и последний шаг, который я сделаю, а как мне построить общее решение этих двух уравнений? Такое, которое включает в себя все возможные поля. Ну, я, понятно, должен по модам, не о это будем говорить, бода поля. Я по модам поля должен просуммировать вот это вот выражение. Значит, смотрите, мы написали общее решение этих двух уравнений, которое описывает все возможные поля, которые могут существовать в ящике с периодическими граничными условиями. Я начал с того, что электромагнитное поле – это система с бесконечным числом степеней свободы. И сказал, что в качестве этой бесконечной, то, что это бесконечное число степеней свободы, видно из того, что, ну, чтобы задать поле, полностью его определить, надо задать, ну, пусть после этих двух условий осталось две независимые функции, но зато в бесконечном числе точек пространства и момента времени. Где эта бесконечность, наличие бесконечного числа степеней свободы зашито в этой формуле? Смотрите, вектора поляризации при данном К определены, экспоненциальные эти множители пространственные определены, в этих вот амплитудах времена экспонента определена, и что осталось неопределенным, что и отличает одно поле от другого? Набор коэффициентов АНЮ. Вот эти вот постоянные коэффициенты, они же там зашиты. Одно поле от другого отличается набором коэффициентов АНЮ в этом разложении. Вы задаете коэффициенты АНЮ, вы получите одно поле, задаете коэффициенты другой набор этих коэффициентов, вы получите другое поле. И наоборот, любое поле можно неким набором коэффициентов. Значит, мы можем сказать, что, смотрите, что произошло. Вместо того, чтобы говорить о значениях поля в разных точках пространства и времени, мы теперь говорим о наборе коэффициентов АНЮ, однозначно определяющих поле во всем пространстве и времени. Ну, в ящике. Не во всем пространстве, в ящике, но в любой момент времени. Тут произошел шаг, некий, так сказать, как вы можете заметить. Точки пространства и времени континуальны, их множество континуальны. А сейчас мы получили, пусть этот ню, мультииндекс, там их 4, их бесконечно много и все такое, но это счетный набор, счетный набор коэффициентов. За счет чего такое произошло, такая редукция из континуума в счетное множество? За счет ящика, конечно, мы же свели задачу бесконечности, из бесконечного пространства в ящик, и сразу у нас степеней свободы, представленных этими коэффициентами, осталось бесконечно много, но они теперь составляют счетный набор. Ну, это, я сказал, технический прием для удобства, чтобы не работать с дельта-функцией, а работать с кронекерами. Теперь мы можем, зная общую структуру поля, получить общую структуру полей. Ну, это надо просто продифференцировать. Е от РТ, значит, минус единица на С. Смотрите, дифференцирование здесь даст минус и омега. Значит, ню минус и омега, и минус, значит, и омега ню, деленное на С. А ню от Т, Е и К ню Р, минус, потому что здесь стоит со звездой. Минус А ню со звездой от Т, Е ню со звездой, Е минус и К ню Р. Ну, и аналогично магнитное поле. Сумма, опять, по модам поля. Ротор. Нам надо ротор этого вектора. Ну, ротор – это дифференцирование по координатам. Координаты сидят в экспоненте. То есть, надо знать, как посчитать ротор экспонентом. Точнее, ротор вектора умножить на экспонентом, потому что ротор должен быть от вектора. Ну, вы в теории поля такого сорта упражнения делали, и ответ будет такой. Вот ротор вот этого произведения – это будет векторное произведение И, К на этот вектор, на ту же самую экспоненту. Сейчас я это напишу. Значит, давайте я И. И, конечно, это спасибо, что вы заметили. А то вы, я сейчас, значит, Е ню, Е и К ню Р. Я сейчас задумался, какой общий... Да, спасибо. Какой общий множитель вынести? Значит, при дифференцировании вылезет И, К ню на этот вектор. Но здесь будет И, К ню на этот, поэтому мы вынести не можем, но И можем вынести. Давайте вынесем И, а в скобках будет А, В, А, Ню, А, Т, К, Ню векторное на Е, Ню. Я векторное произведение опишу и квадратные скобки, и вот такой крестик посередине, чтобы не спутать. Е и К ню Р минус А ню со звездой, А, Т, К ню векторное на Е со звездой ню, Е... Это я сюда смотрю, поэтому при дифференцировании вылезет минус, поэтому я здесь написал минус. Е минус И, К ню Р. Вот мы получили выражение для вектор потенциала и наблюдаемых полей Е и H. Повторяю, что это самый общий случай, любое поле, удовлетворяющее уравнением 1 и 2, то есть свободное электромагнитное поле, описывается этими уравнениями. Разница одного поля от другого в наборе коэффициентов вот этих вот А, Ню, которые определяют вот эти вот функции, стоящие здесь. Значит, первый шаг мы сделали. Теперь зададимся вопросом. Значит, у нас есть поле. Я вначале уже сказал, что поле – это тоже механическая система, но система с бесконечным числом степеней свободы. Значит, вы знаете, что в квантовой механике ключевую роль в описании системы играет оператор Гамильтона, то есть оператор энергии этой системы. В квантовой механике это оператор, но понятие энергии можно ввести и в классической механике, и в классической экономике. Так вот, поле – это число с бесконечным числом, механическая система с бесконечным числом степеней свободы, и как любая механическая система, она имеет определенную, поле имеет определенную энергию, импульс, момент импульса. Вот давайте напишем энергию. Значит, я вот здесь напомню, давайте вот здесь напомню, а потом сотру. Ну, или ладно, давайте. Энергия – поле. Как, если у нас есть поле с электрической компонентой Е и магнитной компонентой H, как написать энергию поля? Ну, вы знаете выражение для плотности энергии? Это единица на 8π, H квадрат плюс… Е квадрат плюс H квадрат. А мы сейчас хотим написать энергию поля в ящике, то есть вот всей этой системы, которую мы рассматриваем. Поэтому я просто проинтегрирую известную вам плотность энергии. По объему ящика. Без интеграла – это плотность, и это вы знаете. А я проинтегрирую по объему ящика и получу полную энергию всего поля, которое я рассматриваю. Ну, вот суть состоит в том, что сейчас я должен сюда подставить вот эти вот громоздкие выражения. Ну, не все так страшно, давайте попробуем. Значит, единица на 8π остается. Теперь смотрите, тут стоит выражение квадратичное по полям, по Е и H, а каждое поле Е и H дается суммой по ню. Когда я подставляю эти суммы сюда, вместо Е в квадрате возникнет две суммы. В одной я буду писать ню, а в другой ню штрих. Ну, и вместо h квадрат возникнет две суммы. В одной я буду писать ню, а во второй ню штрих. Это две суммы, возникшие, поскольку там квадраты стоят, возникшие отсюда. Дальше интеграл по В. Дальше пусть будет ДВ. И вот теперь я пишу, наконец, Е в квадрате. То есть я должен написать, смотрите, квадрат вот этого выражения. И потом плюс квадрат вот этого выражения. Ну, не квадрат, я неправильно сказал квадрат. Это выражение с индексом ню умножить на его же с индексом ню штрих. Значит, поскольку сумма будет их тут от электрического магнитного поля, их тут будет два. Значит, пишу вот это с индексом ню, а потом его же с индексом ню штрих сюда. Ну, И в квадрате это будет минус. Значит, омега ню на С, омега ню штрих на С. Это я сразу вот эти два множителя написал от одного поля здесь и от второго поля здесь. После этого я пишу эти две скобки. а ню от т е ню е и к ню р минус а ню со звездой от т е ню со звездой е минус и к ню р. Это я всего лишь написал пока одно поле. А теперь я должен написать второе поле с уже индексом ню, ню штрих, то есть. Так же, но с индексом ню штрих. Е ню штрих е и к ню штрих р минус а ню штрих со звездой от т е ню штрих со звездой е. Минус и к ню штрих р. Это я вот это слагаемое написал. Ну, и теперь прибавить вот это слагаемое. Вот это слагаемое, это, соответственно, будет скобка с индексом ню, на нее же с индексом ню штрих. Ну, тут опять и в квадрате будет. Значит, я пишу здесь минус, ну и пишу эту скобку с индексом ню. А ню от т, к ню, е ню, е и к ню, минус а ню штрих. Звездой от т, к ню с вектором на е ню со звездой, е минус и к ню р скобка. Еще раз такая же скобка, но теперь то же самое все у нас ню штрих. Ну, видите, я сказал громоздко, но все сейчас будет упрощаться. Ню штрих от т, к ню штрих е ню штрих, так, е и к ню штрих р, минус а ню штрих от т с звездой. Если я где-то что-то пропускаю, вы мне укажите. К ню штрих е вектор на е ню штрих от т, с звездой, е минус и к ню штрих р. И закрывается теперь вот эта вот фигурная скобка. Вот сейчас нам с этим придется, так сказать, бороться. Ничего страшного, на самом деле. Давайте покажем пути, по которым все сейчас сильно будет упрощаться. Ну, вот базисный интеграл, давайте вот эти технические вещи, я здесь буду писать. Базисный интеграл такой, по объему е и к р, е минус и к штрих р, d, давайте так, к ню, к ню штрих, dv. Что это такое? Я напомню, что к это дискретный вектор, который определяется числами n1, n2, n3. И этот множитель периодичен на границах этого куба, по которому идет интегрирование. Значит, если к ню не равняется к ню штрих, то есть эти тройки n1, n2, n3 для этих двух векторов не одинаковы, то функция, которую мы интегрируем, периодично, ну, то есть какой-то синус или косинус, если хотя бы одна из n1, n2, n3 у них не одинаковы, то вот по той переменной, по которой они не одинаковы, мы интегрируем либо синус, либо косинус по ее периоду. Но это будет 0. Значит, если они не равны, то это 0. А если они равны, то что мы интегрируем? Единицу, поскольку они по объему. Значит, получается v на дельта ню ню штрих. Вот я вам говорил, что некоторые упрощения возникают. Мы будем работать с кранекером, а не с дельта функцией. Если бы мы работали с полем во всем пространстве, то этот интеграл бы дал бы дельта функцию k минус k штрих, ну, и с ней, так сказать, дальше надо было бы работать. Ну, вот так удобнее. Значит, это ключевой интеграл, который надо осознать. Вот давайте теперь посмотрим на слагаемые, которые приходят из поля, то есть вот на первую строку, и делим их на два типа. Прямые и перекрестные. Прямые – это это на это. То есть первое слагаемое в первой скобке на первое во второй. Либо второе в первой скобке на второе во второй. А перекрестные – это наоборот. Первое в первой скобке на второе во второй скобке. Ну, и второе в первой на первое во второй. Вот давайте сначала прямые от электрического поля. То есть вот это на это. Давайте я вот здесь буду писать. Вот этот множитель, сумму я пока оставлю. Интеграл имею в виду. Я начну вот с этого. Минус омега ню, омега ню штрих на с в квадрате. Я пишу вот это на это. Значит, а ню от т. А ню штрих от т. Е ню на е ню штрих. Е ню скалярно на е ню штрих. Ну и, наконец, смотрите, е и к ню р, е и к ню штрих р, dv. Используем этот интеграл. Там я написал минус. И возник кранекер от дельта это, дню равняется ню штрих. А там у нас в обоих случаях будет плюс. Сейчас я говорю этот момент. К ню и к ню штрих. Значит, я напишу так. В на дельта, то есть кранекер, к ню, запятая, минус к ню штрих. Ну, это означает, кранекер, что только когда этот вектор равен минус этому, как в том интеграле, мы получим В. Если же это не выполняется, то интегрирование этого произведения по объему дает ноль. Значит, вот прямое слагаемое после интегрирования по В, то, что в фигурной скобке, без учета вот этого объекта, дает вот такую комбинацию. Давайте сейчас на этом остановимся, забудем, что мы делали. Значит, вы помните, это мы прямое слагаемое написали из электрического поля. А давайте напишем теперь прямое из магнитного поля. Опять первое прямое из магнитного поля. Ну, суть в том, что сейчас выяснится, что они сокращают друг друга, и все сильно упростится. Итак, пишу прямое из магнитного поля вот здесь. Опять знак минус стоит общий. А ню от Т, а ню штрих от Т. Вот эти два векторных произведения. К ню на е ню. К ню штрих на е ню штрих. После чего опять стоит экспонента к ню р, экспонента к ню штрих р, которая дает точно такой же v до дельта к ню, запятая минус к ню штрих. Интеграл пространственный такой же, и поэтому я написал v с таким же кранекером. Ну, вот они похожи, эти выражения, видите, есть а ню, а ню штрих, там v дельта, но вот тут вот стоит такое векторное произведение, скалярно умноженное на другое векторное произведение, да. При этом в первом стоит вектор к ню, а во втором к ню штрих. Но мы благодаря кранекеру знаем, что к ню штрих равен минус к ню. Поэтому я пишу, давайте я вот это здесь разберу. К ню векторно на е ню, скалярно на... А вот я сейчас разбираю, давайте вот здесь вот, я подчеркну, что я сейчас буду упрощать. Вот это скалярное произведение двухвекторных. Но вместо к ню штрих я сразу благодаря этому подставлю минус к ню. Поэтому здесь будет минус к ню, такой же, как здесь, потому что минус я вынес, а там кранекер был. На е ню штрих. Значит, смотрите, будем рассматривать этот первый вектор умножить скалярно на векторное произведение. Такое произведение называется смешанным, вы знаете. Вектор скалярно умножается на векторное произведение двух других. В смешанном произведении, вы знаете, можно вектора циклически переставлять. Вот давайте я этот вектор поставлю на третье место. Значит, теперь это будет к ню скалярно умножается на е ню штрих векторно на вот это. К ню е ню. А теперь, что у нас возникло, вот это что такое двойное векторное произведение. А двойное векторное произведение, надеюсь, вы умеете, что это бац-минус цап. К ню. А здесь я пишу бац-минус цап. Значит, А, Б, С. Значит, это бац, то есть Б, то есть К ню. Е ню умножить на скалярное произведение е ню штрих минус е ню умножить на скалярное произведение фа ню. Е ню. Тут штрих е ню. Не-не-не, здесь Б штриха, а вот здесь вот... Здесь е ню штрих. А теперь смотрим. Вы помните, что К ню штриха на е ню равно нулю. Это вот это соотношение. Это означает, что К ню на вот этот е ню зануляется. И остается К ню на К ню, К ню в квадрате, е ню скалярно на е ню штрих. А теперь вот это я врублю... Да, я минус, извините, я вот этот минус везде забыл. Значит, минус. И тут я делал все правильно, просто забыл везде минус. Вот это все, включая минус, я вставлю сюда вместо вот этого скалярного произведения двухвекторных произведений. И тогда смотрим, что получится. Во-первых, минус съест вот этот минус, значит, здесь будет плюс. Теперь а ню на а ню штрих есть как там? Е ню на е ню штрих есть как там? В на кронейкер есть как там? Осталось там омега, омега штрих, а у меня К ню в квадрате. Но поскольку по модулю К ню равняется К ню штрих, то омега ню равняется омега штрих. Так? Ну и вспомним, что такое омега. Значит, тут минус, а здесь плюс. Значит, мы показали, что прямое, первое прямое слагаемое от электрического поля в точности сокращается с первым прямым от магнитного поля. Ну, поверьте мне, что и второе прямое от электрического поля сокращается со вторым прямым от магнитного поля. А это означает, что прямые слагаемые все сокращаются друг с другом. Переходим к рассмотрению перекресток слагаемых. Начнем опять с электрического поля и напишем первое перекрестное. Это первое слагаемое в первой скобке на второе слагаемое во второй скобке. Значит, минус, а там минус, это будет уже плюс. Я опять начинаю отсюда. Омега ню. Омега ню штрих на С в квадрате. Минус съелся с этим минусом. Дальше а ню от Т. А ню штрих от Т со звездой. Дальше е ню скалярно на е ню штрих за звездой. Ну и остался е к ню р минус к ню штрих р д в. В этот антеграл там написан, это будет В дельта к ню запятая к ню штрих. То есть вектора к ню и к ню штрих должны равняться друг другу. А теперь смотрим. Упрощаем это выражение. Давайте прежде чем упрощать, давайте не так сделаем. Это я написал первое перекрестное от электрического поля. Вот первое на второе. А давайте здесь напишем первое перекрестное от магнитного поля. Опять минус. И тут минус съели друг друга. Я начинаю с а ню от Т. А ню штрих со звездой от Т. Дальше к ню е ню. К ню штрих. Е ню штрих со звездой. И остается е к ню р, е минус к ню штрих р. Ну, такой же В. Дельта к ню запятая к ню штрих. Вот давайте сначала покажем, что эти слагаемые равны. То есть просто это увеличивается в два раза. А потом уже его будем упрощать. Чтобы это показать, опять нам надо разобраться с этим вот произведением. Я вот не буду все переписывать. Я просто видоизменю то, что там написано. Мне надо понять, чему вот это равно при условии, что к ню штрих равняется к ню. Если к ню штрих равняется к ню, то вот о чем я говорю. Минус уходит, поскольку теперь нету минуса. А здесь стоит звезда. Как бы разница. Ну и теперь я не буду, я просто буду изменять следующие формулы. Этого минуса нет. Я сделаю все точно так же. Значит, вот эта вот звезда, это вот здесь она стоит. Дальше минуса этого нет. Бац, минус сап остается прежним. Но у ню штрих стоит звезда. У ню штрих стоит звезда. Дальше опять к ню на е ню равно нулю. Второе слагаемое выпадает. А тут к ню в квадрате, но здесь стоит звезда. Но это мы можем переписать в виде е ню на е ню штрих равно дельта ню ню штрих. Значит, минус ушел. Значит, мы получаем, что это равняется вот этому с этим множителем. То есть, они равны друг другу, эти два выражения. Значит, первое перекрестное от электрического поля равно первому перекрестному от магнитного поля. Я здесь пишу общий множитель 2. Прежде чем упрощать, я еще добавлю. А там будет второе перекрестное. Второе перекрестное от электрического поля – это вот это на это. И будет второе перекрестное от магнитного поля. Вот это на это. Ну, можете мне поверить, что, во-первых, они опять равны друг другу. А во-вторых, они все равны этому. И поэтому множитель не 2, а 4. Ну, вот мы практически уже и пришли. Теперь смотрите, в чем дело. Если к ню равняется к ню штрих, то эти два вектора чем отличаются только альфа, индексом, указывающим их поляризацию. И поэтому верна их ортогональность. Поэтому я могу вот это опустить. Вот это могу опустить. А здесь написать, вместо того, что равны к ню, к ню штрих, к ню составляет неполный набор вот этих вот индексов. Есть еще альфа. А вот теперь с учетом этого, это будет дельта ню, дельта ню, ню штрих. Вот в этом состоит упрощение. Ню, ню штрих. И вот теперь, а если это так? Ну, вот теперь я уже напишу, вот где этот ответ. Значит, равно. Смотрите, 4 я вынесу, даже 4в вынесу. В на 2пи. Я вот сюда, не сюда показывать, а вот сюда. Я вынесу 4в. Значит, в на 2пи. Была двойная сумма ню, ню штрих. Но тут стоит дельта ню, ню штрих. Осталась единарная сумма по ню штрих. Ой, по ню. Ну, я индекс, который остается. Ню штрих убираю, а ню. Здесь омега ню, давайте я вот так вынесу, омега ню в квадрате, а с в квадрате я вынесу. 2пи с в квадрате. Ну и что осталось? А ню от т в квадрате. Значит, вот эта вот долгая вся история привела к... Теперь я могу это все стереть. Привела вот к этому простому ответу. Значит, пока я стираю, я отмечу следующее. Что мы сейчас считали? Мы считали энергию поля в ящике. Значит, энергия поля, как и, впрочем, все другие характеристики поля, должны однозначно определяться теми координатами, которыми мы сейчас поле описываем. А чем мы сейчас поле описываем? Напомню, набором вот этих коэффициентов а ню, которые там везде зашиты. Задайте набор коэффициентов а ню для каждой моды, вы определите вот это, просуммируете, получите энергию поля. То есть, энергия поля действительно выражена через тот набор коэффициентов а ню, которым мы сейчас поле описываем. Ну а теперь еще надо сделать пару преобразований. Давайте введем теперь вот такую букву q ню, которая есть неким коэффициентом а ню от t прибавить, тут со звездой, прибавить а ню от t. Значит, суть такая, у нас есть две независимые величины а ню от t и а ню со звездой от t. Ну, они комплексны, поэтому мы можем либо их вещественную мнему части зависимо рассматривать, либо величину а ню и ей комплекс сопряженную. Мы можем от этих двух величин перейти к двум другим величинам. Их преимуществом будет то, что они будут явно вещественными. p ню определим вот так. Это q ню с точкой. Дифференцируем по времени. Я там только что стернул, вы помните, как а ню зависит от... Здесь стоит множитель и омега t, а здесь е в степени и омега t, а здесь минус. И когда продифференцируем, будет и омега ню, n, а ню со звездой от t, минус а ню от t. Преимуществами величин q и p с индексами ню по сравнению с а и а со звездой является то, что они вещественные. Ну, эта вещественность явна. n – это некий нормировочный множество, которую я сейчас выберу. Будем считать, что он вещественный. Ну, и это тоже явно, поскольку при комплексном сопряжении они переставляются, а и это на минус меняется. Значит, все переходит в себя. Вместо а ню и а ню со звездой удобнее говорить в языке q ню и p ню. Ну, давайте, тем не менее, выразим а ню и а ню со звездой через эти q. Ну, как получить а ню? Надо поделить на n, а здесь поделить на вот это и сложить. Тогда будет а ню от t. Это есть единица на 2n. Когда я из этого вычту это, вот смотрите, когда я поделю тут на n, а здесь поделю на и омега и вычту, то тут будет 2а ню. Вот я 2n сюда перенес, а здесь будет в скобке q ню, значит, смотрите, минус p деленное на это. Значит, это будет плюс и п ню деленное на омега ню. Давайте я омега вынесу лучше и напишу это вот так. Омега вот это вынесу сюда. n омега ню. Омега ню q ню прибавить и p ню. Ну, а а ню со звездой от t мне не надо, как бы, решая эти два уравнения считать. Я могу просто звезду здесь поставить. q и p вещественны, поэтому звезда сведется к тому, что у p изменится знак. 2n омега ню, омега ню, у ню минус p ню. Это я обратил эти два уравнения. Что? И, конечно, и. Значит, из а, а со звездой можно перейти к p, q и обратно. И вот теперь давайте это подставим, эти выражения для а через p и q подставим сюда. А по модулю в квадрате, значит, будет, смотрите, v. 2pc в квадрате, а тут я вынесу 4n в квадрате, значит, будет 8pc в квадрате, n в квадрате. Дальше остается сумма по ню, а тут будет это на это. Значит, p ню в квадрате прибавить омега в квадрате ню, q ню в квадрате. И вот теперь наступил момент, когда я могу определить в удобном мне виде вот этот множитель n. Давайте я положу, вот здесь я это напишу, n равно, выберу его таким, чтобы весь этот коэффициент стал равным 1 и 2. n равняется v на 4pc в квадрате. n под корнем, правильно? Тогда, сейчас зафиксировали, я не ошибся, v сократится, 1 вторая останется. Тогда вот это все стало 1 и 2, чтобы не переписывать. И я это все теперь перепишу в таком виде. Сумма по ню, h ню, где h ню равняется 1 вторая, p ню в квадрате, прибавить омега ню в квадрате, q ню в квадрате. Значит, теперь вопрос. Ничего вам это не напоминает, вот это выражение? Напоминает? Чего напоминает? Это гамильтониан одомерного осциллятора с частотой, с массой 1, здесь нету массы, видите? И с частотой омега ню. А давайте проверим, что это... И тогда q и p, это что такое? q это координата осциллятора, а p его импульс. А давайте проверим, что это так. Если это так, то должны удовлетворяться уравнения гамильтона. dq ню по dt, это должно уравняться dh ню по dp ню. Проверяем, так это или нет. dq по dt, дифференцируем это по dp ню. p ню. А как мы определили p ню как q с точкой? То есть вот это уравнение, это первое из уравнений гамильтона. dp ню по dt в соответствии с уравнением гамильтона, что это, кто скажет? Минус dh ню по dq ню. Дифференцируем. Это получаем минус омега в квадрате q ню. А давайте p продифференцируем. Вот здесь вот p у нас написано, а найдем p с точкой. p ню с точкой. Это надо продифференцировать еще раз. Отсюда вылезет и омега, а отсюда минус и омега. Значит, тут будет плюс, а и омега на и омега будет минус омега ню в квадрате, после чего вот это есть q. Значит, второе уравнение гамильтона тоже заложено в наших обозначениях. Значит, уравнение гамильтона для... Это гамильтониан одномерного гармонического сцеллятора с массой 1 и частотой омега ню. А это уравнение гамильтона для этого гармонического сцеллятора, который заложен в наших обозначениях. Тем самым q это его координата, p это его импульс этого сцеллятора. И что же мы получили? Мы получили, что мы представили энергию поля. Ведь помните, это все одна строка. Е это энергия поля. А теперь мы можем сказать, что это гамильтониан поля. Ну, потому что в классике есть тоже понятие гамильтониана, это выраженные через координаты импульсы. Так вот, е это энергия или гамильтониан поля, который разложен на сумму гамильтонианов одномерных гармонических сцелляторов. Мы разложили поле, механическую систему с бесконечным числом степени свободы, на совокупность несвязанных друг другом независимых одномерных гармонических сцелляторов. Каждый сцеллятор характеризуется этим набором мультииндексом ню. То есть, одна мода поля соответствует дому сцеллятору. И наоборот. Сумма энергии сцелляторов – это и есть энергия поля. Мы получили изоморфизм между механической системой поля в ящике и набором невзаимодействующих, не связанных друг с другом, одномерных гармонических сцелляторов. Для каждой моды поля один сцеллятор с частотой омега-ни. Их энергии этих двух систем совпадают, все их совпадает. Но теперь мы подошли к моменту, когда мы знаем, как проквантовать эту систему. Как мы квантуем одномерный гармонический сцеллятор? Мы объявляем. Квантование состоит в объявлении. Что то, что было Q, в данном случае Q-ню, я говорю про ню-тый осцеллятор, то есть координата, стала оператором координаты. То, что было P, в данном случае для каждого осцеллятора P-ню, стало оператором импульса. И эти два оператора... Квантование состоит в том, что они не коммутируют друг с другом. Я сразу напишу ню-ню-штрих, когда они разные осцелляторы, они, конечно же, коммутируют. Поэтому здесь будет стоять IH на дельта ню-ню-штрих. Если индексы относятся к разным осцелляторам, они друг друга не знают. И, конечно, эти два оператора коммутируют. Но если индексы относятся к одному и тому же осцеллятору, то квантование, собственно говоря, и состоит в том, чем отличаются операторы от чисел. Числа коммутируют, а операторы нет. А как именно не коммутируют операторы координаты и импульсы в планетной механике? Вот так, коммутатор. И это мы постулируем. Теперь фигурирующие там буквы H-ню стал оператором. H-ню, ну, соответственно, равным 1 вторая P-ню в квадрате прибавить Q-ню в квадрате. А вот эту всю первую строку я могу написать так. Гамильтониан поля есть сумма по ню, по модам поля. Гамильтонианов H-ню, одномерно гармонических осцелляторов, которые вот здесь вот написаны. Энергия поля, то есть гамильтониан поля стал оператором. И это и есть квантование. Квантование состоит в том, что мы меняем координаты импульса на операторы и постулируем вот это коммунционное соотношение. Ну, конечно, потерял. Спасибо. Значит, обращаю внимание, пока исправляю вот на что. Омега-ню в квадрате Q. Обращаю внимание вот на что. Помните, что А были функциями времени. Ну, тогда и Q-пэ тоже функция времени. Это классическая координата осциллятора. Естественно, функция времени. Асциллятор вот так осциллярует, координата. Это классический импульс осциллятора, они осцилляруют. Но когда мы их делаем операторами, это шейдингеровское представление, они уже не зависят от времени. Мы могли бы в Гейсбергском это делать. Время исчезло. Здесь времени больше нет. Поэтому это стационарная система с гамильтонианом, не зависящим от времени. Энергия поля разложена на одномерный гармонический осциллятор, а его энергия представлена как сумма этих одномерных гармонических осцилляторов. Ну, теперь мы можем сделать вот что. Как работать с одномерным гармоническим осциллятором, мы хорошо знаем. Там удобно вводить операторы повышающие и понижающие. А и А-крест. Давайте введем А-ню. Я теперь уже говорю про квантовый одномерный гармонический осциллятор вот с таким гамильтонианом. Давайте для него введем А-ню. Это единица на 2H омега-ню. Омега-ню-ку-ню прибавить и П-ню. И А-ню-крест. Единица. Сейчас мы это проверим. Я вот этот коэффициент... Я сейчас ссылаюсь на то, что мы все уже хорошо знаем, как вводятся операторы А-крест в теории гармонического осциллятора. Я сейчас как бы ссылаюсь на тот результат и его привожу. Надеюсь, я опечаток не сделаю, но мы сейчас это проверим. Значит, Q и P операторы Эрмитовы. Поэтому, если я здесь ставлю над этим крест, меняется всего лишь вот это И на минус И. Вторая строка следует с первой. А как проверить, правильно ли я здесь написал? А давайте посчитаем... Я имею в виду коэффициенты. Давайте посчитаем А-ню-Крест. Чему такой коммутатор должен равняться? Вот давайте проверим. Значит, подставляю. Единица на 2H омега-ню. А тут в скобке будет следующее. Значит, коммутатор этого с этим, но Q с Q коммутирует. Значит, если Q, то он не коммутирует только с P. Значит, минус И омега-ню, коммутатор Q-ню, P-ню. А этот будет плюс И омега-ню, коммутатор P-ню с Q-ню. Ну, это есть. Q-P коммутатор – это И-H. Значит, тут я не... Эти саму... Корень не надо, потому что тут корень и тут корень. Этот корень здесь не надо. Значит, единица на 2H омега-ню, а в скобках будет И-H. Значит, H омега-ню. А тут будет, соответственно, минус И-H. Значит, плюс H омега-ню. Ну, тем самым это и есть один. Значит, я написал правильно. Это базисное коммунационное соотношение для операторов... В теории гармонического солятора операторы А и окрест называются повышающими и понижающими. Но теперь мы их будем называть операторами рождения, ну, точнее, А-крест-рождение, А-А-уничтожение, Патона в моде поля-ню. В моде-ню. Значит, у всех этих операторов, вы видите, есть... Индекс ню. Я сейчас хочу написать квантовое выражение для оператора. Но прежде чем написать квантовое выражение, давайте... Смотрите, вот каждый раз стрелка – это квантование. Стрелка – это квантование, квантование... А вот еще что я хочу сделать. А-ню, вот это вот А-ню. На что после квантования заменился? Ну, во-первых, нам пишем единицы на 2n омега А-н, мы знаем. Значит, 2n омега, 2n давайте, единицы на 2n напишем. Это будет πc в квадрате на v под корнем. Это единицы на 2n я написал, правильно? Пи c в квадрате на v. Так, это я написал единицы на 2n. Теперь единицы на омега. Омега ню. А что осталось? Омега ку плюс и п-ню. А теперь смотрим сюда. Омега ку плюс и п-ню. После квантования это стало 2h омега ню под корнем. А-ню. Ой, а-ню. И это тем самым равно, давайте соберем все множители, значит, 2πc в квадрате, 2πh, давайте так напишем, 2πh. H не сокращается, нет? 2πhc в квадрате, деленное на v омега ню. Если я где-то ошибаюсь, исправляйте меня. А? А-ню. Значит, квантование привело к тому, что те коэффициенты, которые были в разложении вектора потенциала, стали операторами. Сейчас мы про эти операторы поговорим. Но я хочу теперь написать, соответственно, во что превратился этот вектор потенциала. Он стал оператором поля, равным сумма по ню. Тут я, давайте так, напишу. А-ню. Тут от R. От R. А-ню от R. А-ню. Прибавить А-ню со звездой. От R. А-ню крест. Где А-ню от R? Есть. Собираем множитель. 2πhc в квадрате на v омега ню. Дальше вектор поляризации. Е-ню. И дальше вот эту вот плоскую волну. Е-и-ка-ню-р. Во. И вот этот оператор называется полевой оператор. Это оператор вектор потенциала электромагнитного поля. Он теперь у нас... Вы следили, как квантование произошло? Сначала Q и P заменились на операторы. Гамильтинян заменился на операторы. Но если Q и P стали операторами, то и А стал оператором. Так вот, этот коэффициент А с точностью до коэффициента стал оператором А-ню. Оператором из теории одномерного гармонического сциллятора, который мы там называли понижающим оператором. Соответственно, А со звездой стал оператором с точностью до коэффициента А-крест-ню. То есть повышающим оператором. И все вместе это стало полевым оператором вектор потенциала, имеющим такой вид. Классическая функция на оператор, который мы теперь называем уничтожение фотона в моде ню. И это классическая функция на оператор рождения фотона в моде ню. И тогда вот эту функцию мы называем волновой функцией фотона в моде ню. У нас теперь полевой оператор разложен по модам поля. И в каждой моде он имеет вид уничтожения фотона. Что может произойти в моде? Убить фотон или родить фотон? Это представлено этими операторами А и Акрест. Их свойства все заимствованы из теории одномерного гармонического сфератора, поэтому мы их все знаем. Ну, а вернемся к этой строке. В каком еще виде можно написать, после введения операторов А и Акрест, в каком виде гамильтониан одномерного гармонического сфератора можно написать? В известном нам виде Акрест А плюс не единица, а одна вторая. Только умножить на, я забыл множитель, это безразмерный. H омега ню Акрест ню А, ню плюс одна вторая. Значит, это называется гамильтонианом. Да, если мы сюда, этот поставим сюда в этом виде, мы получим гамильтониан поле в представлении вторичного квантования. То, что мы сейчас сделали, мы проквантовали поле. Значит, это гамильтониан, часть гамильтониана в моде ню, которая эквивалентна вот этой записи. Но мы уже от П и Ку перешли к А и Акрест, в этом суть. И дальше будем оперировать не операторами координаты импульса поля, осциллятора поля, а операторами рождения и уничтожения фотона в моде ню. И тем самым вот этот вот гамильтониан, давайте я его еще раз в явном виде вот здесь напишу, сумма по ню H омега ню Акрест ню А ню плюс одна вторая. Вот это, можно сказать, самое, давайте его тогда здесь и обозначим. Самое главное выражение, мы разложили гамильтониан поля на гамильтониан одномерный гармонический осциллятор. И вот это разложение. Значит, прежде чем говорить о состояниях поля, давайте сделаем следующее. Это, как мы получили, рассматривали энергию поля. Начали с классического выражения для энергии, вот оно все еще здесь написано. Классическое выражение для энергии поля, но поле, как система механическая, имеет также и импульс. Чему равен импульс поля? Надо проинтегрировать плотность импульса поля по объему, принимаемому полем, то есть по ящику. А чему равна плотность импульса поля? Не знаете? Значит, вектор Пойтинга, только делен на С в квадрате. Вектор Пойтинга дает плотность потока энергии, а плотность импульса – это вектор Пойтинга, поделен на С в квадрате. То есть вот 4ПЦ. ЕH векторно. Если проинтегрируем по всему объему, получим импульс поля. Так вот, если вы с этим выражением проделываете все, что мы делали с этим выражением, то мы получим для импульса, как нетрудно угадать, следующее соотношение. Сумма по ν. H К ν. А крест ν, А ν плюс 1 вторая. Вот выражение для энергии поля, вот выражение для полного импульса поля. F означает поле, field. Какой смысл простой очевидно этих выражений? Мы знаем, что в теории одномерного гармонического осциллятора собственное состояние осциллятора является собственным вектором для операторов А крест А. С каким собственным значением? Чтобы здесь возникло... Какой спектр одномерного гармонического осциллятора? H омега n плюс 1 вторая, да? Значит, вот здесь стоит n. n нумерует разные состояния одномерного гармонического осциллятора 0, 1, 2, 3 и так далее. Вы это помните? Ну так вот, когда это действует на состояние поля, получается число, равное сколько фотонов в моде ν. Плюс 1 вторая. А это энергия фотона. Число фотонов в моде ν на энергию одного фотона в моде ν. Сумма по модам энергия поля. Число фотонов в моде ν. Импульс фотона в моде ν. Импульс поля. И вот теперь мы приходим к важному понятию следующему. Мы теперь можем написать стационарное уравнение Шеннгера для поля. Гамильтониан поля. Волновая функция поля. Вектор состояния. Не волновая функция, а вектор состояния поля. Энергия поля. Вектор состояния свободного электромагнитного поля. Так вот, этот вектор состояния мы можем написать теперь в таком виде. Это называется вектор состояния в представлении... Вектор состояния электромагнитного поля в представлении вторичного укатывания. Н1, Н2, ННЮ. Этот ряд чисел показывает... Н1 это число фотонов в моде 1. Н2 число фотонов в моде 2. ННЮ число фотонов в моде ν. Что такое число фотонов в моде ν? Это вот. Каждый вот этот вот А креста имеет свой набор собственных векторов. Вот таких вот, как в теории гармонического осциллятора. Вот это число Н, совокупность этих чисел для всех мод, вот я большими буквами здесь обозначил, с индексом ν, определяет однозначно состояние поля. Укажите, сколько фотонов в моде 1, ну не 1, а вот этот мультииндекс, пронумеруем их натуральным рядом. 1, 2, 3 и, наконец, ν и так далее. Сколько фотонов укажите. И это и есть способ описания состояния поля. Потому что, если мы знаем этот вектор, то чему равняется собственное значение поля в этом состоянии? Е, F. Действовать надо этим оператором на этот вектор. Но когда оператор действует на вектор, А крест А в моде ν даст... Давайте я так оттуда вот напишу. А крест ν, А ν, когда на Пси F подействует, представление вторичное, вот в квантовании то, что там написано, оно даст Н ν на Пси F. Оно даст число фотонов в моде ν. Ну тогда это станет числом, и энергия чему равна? Сумма по модам H омега ν. Давайте я сотру, что-то я считаю. Н ню плюс 1, 2. И, соответственно, в этом состоянии, оно является собственным для оператора не только энергии, но и для оператора импульса, с полным импульсом H к ν, n ν плюс 1, 2. То есть в этом состоянии у поля есть определенная энергия и определенный импульс. И вот теперь, значит, мы не просто проквантовали поле, а мы построили стационарные состояния поля в ящике и нашли их энергии и импульсы. И вот, чтобы закончить, давайте посмотрим, какой сам... Значит, чем теперь, какими координатами определяется состояние поля? Числами фотонов в моде, вот этими числами. Знаешь эти числа, найдешь энергию в состоянии. Какое самое простое состояние? Вакуумное состояние, когда нет фотонов. Тогда все n ν равны нулю. И что же мы получаем, чему равна энергия поля в вакуумном состоянии? Бесконечность. Энергия поля в вакуумном состоянии равна бесконечности. И как мы это разрешаем? А мы говорим о состоянии поля ненаблюдаемое. Энергия поля ненаблюдаемая. А что является только наблюдаемым? Изменение энергии поля при переходе его из одного состояния в другое. Излучение фотона или поглощение фотона. Вот насколько изменилось состояние поля, мы можем наблюдать. А саму эту бесконечную энергию мы не наблюдаем. И поэтому дальше, вот эти вот одна вторая, можно про нее забыть. Так же, как и здесь. Ну, на сегодня все. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...